здравствуйте татьяна сегодня наконец-то дошли до сюжета приветствую всех и это нам злые силы мешали но все произошло сейчас мы начнем а татьяна есть по вчерашнему заданию вопросы нет вопросов нет я особенно не вникала не было у меня времени но кое-что набросала изменила свою тактику немножко изменила ну как начала работать и изменила стратегию с чего начать ушла из то есть из первой задумки и одну страницу набросала здорово здорово я рад что у вас пошел прогресс пошла работа это здорово и что что конечно же без чего не бывают книги это сюжет сюжет и совсем не проблема кстати у вас уже есть сюжет я думаю у вас уже есть уже да да сюжет есть то есть я его изменила вчера буквально и сегодня укрепилась вере что он должен начинаться с этого момента ну то есть с которого я определила и потом пойдет развитие дальше то есть сюжет есть есть конфликт есть на общем наброски есть здорово уже уже какие-то сюжетные линии вырисовываются и что что важно даже если у вас нет сюжета все равно это не проблема это решаемо аппетит приходит во время еды как я люблю повторять то есть сюжет он сложится в ходе работы главное проработать хорошо персонаж и и благодаря его действиям благодаря его действиям сюжет сам появится закрутиться и уже не будет спрашивать вас как ему развиваться вот так бывает с сюжетами посмотрим да но и также можно способствовать развитию созданию сюжета если мы обязательно мониторим карте 1 карте 2 карте 2 для того чтобы не попало в сюжет то что мы не любим и чтобы нам не бороться с тем что мы не любим и этот во первых тратится сил а во вторых ну вы будете не в своей тарелке и и произведение проиграет от этого так то есть проверяем списки что нам кажется интересным и какие ходы мы хотим использовать вот как раз для вас информация если есть сюжет то можно проработать его представить драматические переменные поворотные пункты жуткие события у вас там хватает своих поворотов поэтому жутких событий можно не добавлять да вы наверное слышали про 36 36 коллизий 36 сюжетных схем которые существуют мировой литературе вот кое-что мы затронем сегодня ну то есть коснемся немножко то есть если роман о обычном человеке то его могут уволить уволить но даже фэнтези там тоже есть своя работа поэтому даже фэнтези могут уволить также как какие-то разрыв отношений может быть будь то долгосрочных отношений брак то просто память с девушкой встречаются и что-то не поделили так же может герой заболеть заболеть и наоборот с другой стороны быть причастным к убийству так же на него может свалиться неожиданное наследство он может столкнуться с несправедливостью и воспылать местью так же как и наследство может быть неожиданное так же и ему что-то могут подкинуть в том числе например улику и сделать его подозреваемым преступлением он может отправиться в путешествие такое нелегкое полное опасностей и так же можно его отправить на поиски чего-то несуществующего как в сказках бывают найди то не знаю что но и в обычной жизни тоже люди так выражают свои мысли что непонятно что они хотят даже в реальной жизни это подходит так же он может влюбить вернее мы можем влюбить его совершенно неподходящего человека так же его могут принять не за того и так же наоборот кто-то будет вынуждать его выдавать не за того ну обычно когда или он сам например граф монте-кристо можно вспомнить когда он выдавал себя не за того чтобы как раз жажду мести свою утолить и справедливость в его понимании чтобы вас торжествовало ну там сложная ситуация там была подкуплена государственная система наказания поэтому там сложная была ситуация это трудно сломать государственную систему да ну во первых если сломать то потом еще дольше расхлебывать о революции это такой такой момент я всегда как ну вот с последними событиями тогда вот когда Навальный был но у меня был разговор например с одним человеком что а готов ли ты после всего этого рискнуть своей жизнью потому что ну я например была прочитав например декабристки книгу и многие декабрицы были декабристы например Якушев который потом жалел сказал ради чего я вышел на сенатскую площадь ради того чтобы 20 лет испортить своей жизни для того чтобы там была ситуация что он там в Сибири ну типа барометра что-то было чтобы помочь этим сибирским мужикам с земледием и так далее они его за ну вы выдали за человека который наоборот мешает им и против него стали ему козни там строить и он говорит и я ради этого ради этих мужиков вышел на сенатскую площадь я испортил жизнь себе я испортил жизнь жене я испортил жизнь детям ради кого вот вам разочарование и тогда вот нужно когда человек принимает такое решение но готов ли он к этому чтобы все изменить в своей жизни там была другая он боролся против одной системы а там была другая система круговой поруки где каждый там наверняка им по шапке за что-то прилетало человек это на свой счет взял я приведу пример другой 62 год в Новочеркасске когда по-моему это время правления Хрущева когда было восстание и был один человек студент из нашего села участник этого восстания парню было 21 год и он угодил на 25 лет заключения а потом когда вышел ну естественно это уже очень взрослый человек и вернулся в свою деревню во-первых ни дома уже ни родных никого он не нашел самое главное что был запрет жить в крупных городах это Советский Союз ну да я недавно кстати вот в этом году прочитал семью книг про вот эти гуглаговские дела и вот он тоже говорил а стоило ли то есть здесь человек на чашу весов должен взвесить я поэтому и своим детям вот и внучке своей говорила ты подумай я не против свои взгляды иметь но ты подумай готова ли ты отдать свою жизнь ради этого ну не то что жизнь а вот комфорт своей жизни отдать ради этого поэтому если готова то пожалуйста никто останавливать не будет то есть нужно всегда попытаться заглянуть вперед а что я буду иметь да поэтому многие вот там больше нет дополнений хорошо поэтому многие граждане Российской Федерации покинули решили не бороться с темой решили поменять поменять страну где как им кажется система лучше ну это спорный вопрос а я всегда знаете беру образцом и вот и на уроках это говорила когда в школе работала и внучке своей говорила Анну Ахматову когда она могла покинуть страну и ей говорили что она говорит нет я россиянка я должна пережить все то что переживает мой народ вот это для меня образец то есть ведь она потеряла мужа у нее в тюрьмах был сын лев я изучала биографию даже с девочками проект делала к его там юбилею мы блок оформляли по его жизни по его научным работам но она шагу не сделала она ходила в ту же тюрьму носила передачи но сказала я должна жить здесь там где живет мой народ это моя страна да ну поэтому у нее стихи сильные такие это сила характера у человека это сила воли поэтому да да пастернак еще вспоминается можно говорить о литературе много да так также чтобы история была самое главное самое главное в сюжете чтобы была хорошо доступна рассказана история герои 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 могли быть симпатичными то есть их могли полюбить ну и противники тоже они конечно злодеи но в них тоже были какие-то человеческие черты за что их можно ну по крайней мере интересно за ними наблюдать но если человек показан только с плохой стороны то он выглядит как-то шаблонно и неправдоподобно вот этим гащины кстати вот в эпоху барокко там была в эпоху барокко классицизма ну да там было или положительное или резкое отрицательное и также также важно чтобы все детали согласовывались то есть если он живет на море то там в горах в горах он не сможет побывать или ему надо туда ехать вот ну то есть сюжетные ну это такой самый простой пример показываю так ну все в принципе мы об этом сказали да важные мысли о сюжете вот каким как вы думаете должен быть сюжет мне кажется сюжет должен жизненным быть он не должен уносить в заоблачные какие-то далее должен быть приблизен к реальности но с художественным раз это произведение с художественным вымыслом в разумных целях вы кстати очень мудро мысленно сказали потому что даже фэнтези если он оно извините никак не узнает что происходит вообще далеко и непонятных слов много которые они объясняются то действительно действительно читать сложно тяжело и читатель быстро прекратит чтение буквально на первых страницах да многие гонятся за какой-то оригинальностью за какой-то вычурностью чтобы быть не похожим на других чтобы его узнали чтобы чтобы наконец-то сказать свое слово а это как раз наоборот путь ну во-первых путь в никуда да путь в никуда предательство даже своих читательских предпочтений оно ведет к тому что во-первых то что мы плохо знаем мы плохо и описываем во-вторых а во-вторых когда мы не владеем техникой писательского мастерства то вот эти лишние детали они только только мешают писать поэтому важно важно начало писать то о чем понятно ну и не бояться не бояться брать сюжеты которые уже есть и преобразовывать потому что хороший сюжет это всегда новаторство и переработка творческая переработка и если сюжет даже банальный 500 раз о нем на основе его ставили книги ставили фильмы писали книги но то как вы его пишите как вы в него вложите смысл каких вы героев создадите в этом рамках сюжета как вы повернете может быть фокус внимания сместите больше зависит успех книги чем от самого сюжета фокус на на первом этапе об оригинальности лучше забыть в том плане что оригинальность для оригинальности чтобы не уходить от сути не уходить денег а уже добавлять какие-то интересные сюжетные линии и интересных героев и интересные детали уже после того как написано чтобы во-первых это не тормозило потому что когда мы хотим сделать очень завершенный сюжет мы думаем 500 дней и в итоге книга не будет написана поэтому вначале сделать каркас то что мы в черне напишем рукопись в течение 30 дней этим будем заниматься а потом уже будем дорабатывать дорабатывать но уже пока неизвестно когда но будем да и не бояться клише не бояться писать писать вот как идет просто даже создайте себе блокнот где любые мысли любые идеи любое наблюдение из жизни которое хотите вставить книгу записывайте и потом уже можно на этапе редактуры клише убирать вставлять что-то более более то что по душе то что просится так зависло похоже так нет у меня нормально у меня этот браузер сейчас я отвиснет мы пока можем пообщаться на интересную тему литературы например или о сюжете расскажите какой у вас сюжет если это не секрет и в чем особенности его особенности выбора когда мы стоим перед выбором и как сделать правильный выбор особенно если после трагических событий пока так как будет развиваться увидим потому что приходит когда начинаешь работать это как сочинение начинаешь одно а потом пошло поехало в другую даже сторону и это нравится больше чем то что задумывал поэтому будет видно да потом герои живут своей жизнью нас не спрашивая да точно так все в принципе да видно экран а нет не видно экран не видно все видно вас не видно должен экран все есть экран видно почему не листается так надо понять почему не листается тогда а потому что потому что да наш наш закончен поэтому он не листается благодарю за ценные мысли по поводу вашей книги я думаю она уже она уже стартанула она уже просто не написана как пойдет дальше не могу сказать все зависит и от ситуации и наверное от вдохновения как мысли идти будут это тоже играет большую роль да в смысле иногда бывает распирают мысли а иногда вот их нужно поискать подождать наверное отдать возможность может быть тем улечься и чтобы новые появились ну в общем такое есть самое главное принцип не дня без строчки не дня без строчки если не получается именно сюжет развивать можно развивать детали почему бы и да это тоже правильно так ну все спасибо да хорошего дня чтобы все получалось книга была написана спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...